Огород Каждый возделая свой огород, на самом деле возделывает Отечество. Если он с этой мыслью возделает огород, то огород принесет плоды. Если же он будет просто заниматься своим частным делом, даже если оно богу годное и приносит людям пользу, то скорее всего Отечество мы потеряем, и эти огороды все завянут. Если посмотрим на Лосиный остров, уже десятки лет борьба идет за этот парк. А сколько парков загубил Лужков в Москве, это просто невозможно. Вот возьмите там парк Покровская-Стрешнева. Ну все здесь заплебан и застроен. И таких парков в Москве каждый первый. Поэтому будем бороться за один Лосиный остров, потеряем все остальное, а потом и Лосиный остров тоже. И так у нас с каждой проблемой. В Бородино, да, в Бородино можно отстоять. А музей-взадьба Архангельская. Ну все уже, просто разорили полностью, там распродали все, что угодно. Все, что угодно там продали частным лицам. Исторические места там просто лесом заросли. Есть там такой вот Аполлонов лес, там в центре статуя Аполлона стояла, как во времена ООН. Но это сейчас просто лес. Все кусок, который продан коммерсантам. Они там что-то будут, какие-то рекреационные работы делать. То есть каждый вопрос, какой мы не возьмем, даже вынос Ленина. Это вроде бы действительно момент такой, связанный с сакральным измерением нашей жизни. И то, что это делать необходимо, я абсолютно в этом убежден. Тоже этот вопрос поднимается уже не первый раз. У меня такое ощущение, что где-то во власти звенит звоночек, и они думают, давайте мы людей займем чем-нибудь. Вот они сейчас на нас сориентировались. Давайте вы на Лосиный остров, вы на Ленина, вы на Бородино. Давайте вы все разбежитесь во все стороны. А ну и только на нас не смотрите, что мы тут творим с вашей стороной. А если бы мы взяли и поступили прямо противоположным способом, мы стянулись от Бородино, от Лосиного острова, от тех, кто будет выносить Ленина, мы сплотились и стали единой силой. И узнали, кого нам надо вынести, но прежде всего нам надо вынести эти мумии, которые сидят в Кремле. Спасибо, что мы взяли. А дальше надо переходить к действиям. У нас 4 ноября мы планируем и Крестный ход, и Русский марш. И еще там шествие православной общественности, если не допустят Крестный ход, потому что тоже в патриархии боятся. Они же там тоже как-то поближе к власти хотят быть. Потому что храм Христа Спасителя – это сверху храм, а что там под храмом, вы знаете? Там, можно сказать, продолжается бассейн. Вот бассейн остался под храмом. Вопрос в том, чтобы его вычистить. Но он связан с тем, что власть чужая. И пока она чужая, мы ни один вопрос не можем решить. Мы бегаем, пишем письма, мы собираем общественность. А 4 ноября мы должны выйти. И Крестный ход, и Русский марш, и Шествие православной общественности. Вместе, и те, кто Ленина будет выносить, и кто Золотиный остров. И по всем вопросам мы должны объединиться и показать, что мы существуем. Мы есть как единое русское общественное движение. Дмитрий Юрьевич Левонов предоставляет партию за нашу Родину. Я представляю партию Великой России. Есть другие организации, не обязательно политические, которые должны выйти 4 ноября и встать в эту колонну. Встать. Но это тоже не единственное событие. Оно очень важное для нас, потому что наступает переломный момент в нашей истории. Или мы вернем себе Россию, или ее разберут на куски. Россия растащит. Это на наших глазах происходит. Мы видели первый этап приватизации, сейчас будет второй. Сейчас уже стратегические интересы расторговывают. База НАТО посреди России. Это что? А вступление в ВТО? Это просто преступление перед народом, перед нашей хозяйственной жизнью, которая обеспечивает нас просто повседневными товарами, без которых мы прожить не можем. То есть совершается преступление, которое уже невозможно скрыть. Если мы это не остановим сейчас, то нас просто добивают. Понимаете? Те, кто вот эти мумии, которые сидят в Кремле, они поставили себе цель добить Россию и уничтожить русский народ. У них нет ничего другого. Если вы будете думать, что это не так, что они ошибаются, они недостаточно профессиональные, у них есть доброе намерение, ну что-то вот у них нет. Давайте мы поддержим. поддержим их добрых намерений. У них нет добрых намерений. У них и есть одно только зло на уме. Это вот те самые ставленники сатанинской секты, которые нам эту мумию подложили. В качестве батарейки, как было тут сказано. Потому что эта секта существует. Она вполне реальна. Нет, как будут говорить, а там Израиль, по привычке будем говорить, жиды, масоны и так далее. Все это поверхность. А вот то, что она показывает, это поверхность. Мы должны угадывать за этой поверхностью по делам, как Господь сказал. Судите по делам. Вот по делам мы видим, что эта секта существует, и филиал этой секты разбит в нашем правительстве. У них нет добрых мыслей. Поэтому мы добрые мысли должны себе. Надо Ленина вынести из самого себя. И многим другим, кстати, предложить это. Самое главное, это вынести после того, как у людей не будет сердца вот этой занозы, ну дальше просто эти вот мусор от мусора очистить. Это там уже не останки человека, на самом деле. Это там пропитанный какими-то растворами биоматериал. Поэтому задача 4 ноября нам выйти не меньше, чем выводили эти ребята на Сахарова. Потому что те, кто пришли на Сахарова, они тоже не сказали правды. Но их обманывают. Их обманывают и выводят на улицы те, кто нашу страну разорял. Касьянов, который был премьером и при Путине, и при Ельцине. Немцов, первый лицепремьер, который был при Ельцине. Вот эти люди обманывают. И, к сожалению, в наших рядах, в рядах русского национального движения тоже есть предатели, которые сказали, русские, давайте пойдем все вместе. Нам главное Путина свалить. А что будет дальше, нам наплевать. Вот ровно такие слова они говорят. И нам нужна только доля во власти. Дайте нам кусочек, кусочек, там несколько мандатов. И мы будем рады, мы будем довольны. Зато мы будем решать русские национальные проблемы. Вот своей маленькой группой, которая будет позволена там где-то в постпутинское время пристроиться в парламенте. Это предательство и ложь. Вот за такими людьми, я считаю, ходить нельзя. Мы должны открыто говорить, что эти люди совершают предательство русского национального движения. А мы его должны восстановить. После ряда лет, когда, особенно молодежь, была обманута этими людьми. И 4 ноября мы должны их вывести. Вот тот самый русский марш, который превратился в полное безобразие, мы должны включить в состав русского шествия, которое будет возглавлять грёстный ход. И он будет посвящен и празднику, нашему православному празднику, и великой исторической дате, избавлению от смуты. И это шествие будет и прославление наших предков по поводу того, что они нам освободили страну от вот этих смутьянов. И наше требование освободить сегодня нашу страну, требование прежде всего к самим себе, к своему собственному народу. Народ должен освободить страну от смуты, от смутьянов, которые как поляки сидят в Кремле, и точно так же мы должны очистить Кремль, как и 400 лет назад. Вот в связи с этим конкретное предложение. Вот сегодня вы видели, люди выступали. Я предлагаю простое-простое решение. Нам нужен авторитетный центр русского движения, потому что его сейчас нет. Этот центр может быть создан теми людьми, которые присутствуют в этом зале, которые выходили к микрофону. Все это люди достойные, и не зря им предостойно было слово, и увидели, что это достойные люди. Каждый из них занят вполне конкретным, правильным делом, и сориентирован в направлении добра, в отличие от тех властей, против которых мы выступаем. Вот я предлагаю на нашем собрании тем людям, которые выступили, образовать этот самый общественный совет русского движения. Пусть каждый из них, еще кого-то из тех, кого он уважает, и кого он считает нужным включить, приведет еще. И вот нас будет уже где-то 15-20 человек, за которым есть конкретные дела, которые правильно ориентированы, мирозвренческие, и которые могут давать задания тем, кто организует уже конкретные мероприятия, в частности, 4 ноября, или в частности, там, выезд 16 сентября на Бородинское поле, в котором мы тоже обязательно поучаствуем. Мы также приглашаем всех присутствующих здесь на наши мероприятия, потому что у нас все должно быть общее. Не каждый должен быть на каждом мероприятии, но каждый может на нем быть, и может быть приглашен. Мы приглашаем 9 сентября, у нас будет партийная конференция, которая системно изложит концепцию русского национализма, как должна быть устроена Россия, как мы представляем себе переход от нынешнего бедственного состояния к состоянию, в котором Россия начнет развиваться, и как мы видим будущее России. Прямо по конкретным темам у нас будут выступления. С инициативой, можно сказать, с такой разминки перед 4 ноября выступили несколько общественных объединений, выйти 30 сентября, по маршу против преступности. Я предлагаю всем обязательно принять участие. Вот это такие мероприятия, на которые надо выходить. Они не требуют ни разумских способностей, ни писательских способностей. Просто надо прийти и встать в колонну. И вместе со всеми проявить солидарность с теми, кто занимается конкретным делом. И мы должны вот так стремиться, присоединиться и поддержать. Где-то мы выступаем в качестве организаторов, а где-то мы выступаем просто как солдаты Отечества, солдаты империи, которые мы хотим возродить. Я приглашаю еще раз к тому, чтобы разрешить вопрос о создании Общественного Совета Русского Движения как конкретный результат сегодняшней нашей конференции. И этот Общественный Совет, поскольку он будет создан из людей, ведущих конкретные дела, будет эти дела дальше развивать. В этом направлении будет действовать. Нам важно, чтобы творилось то самое добро, которое только и может спасти Россию. Мы должны перейти к этому в практической плоскости. Слов сказано очень много. Мы должны научиться говорить быстро, по существу, а потом действовать. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok